...выходу новой книги, которая называется «Загадки Бога». Сегодня мы немножко расскажем о ней и поговорим на те темы, которые затрагивают эту книгу. Я хочу представить вам акторов этой книги, постоянных акторов журнала ХАМА. Это патерии Павел Великанов, исполняющие обязанности настоятеля храма Крова Пресвятой Богородицы на грани, исполняющие обязанности зав. кафедры пастырского обеспечения в Московской Святинской области на линоценство в Московской духовной академии. И Сергей Львович Путиев, публицист и богослов. В конце встречи мы обязательно ставим время на то, чтобы ответить на ваши вопросы. Так что, если они есть, пожалуйста, не забывайте. Если они будут возникать в ходе нашей встречи и беседы, тоже фиксируйте их. Обязательно озвучите их в конце. Я предлагаю вам начать. И предлагаю начать с того вопроса, который заявлен темой нашей сегодняшней встречи. Кто придумал болезни, войны и смерти? Отец Павел Сергей Львович, начните, пожалуйста, с этого вопроса. Добрый вечер, друзья. Настя, у меня один маленький организационный вопрос. Сколько у вас вообще на время действия? У нас это всего, ну, 40. Да, у нас карасец прекрасный. Да, действительно, кто придумал болезнь, скорби. Знаете, вот, не хотелось бы начинать с печальной, я бы сказал, даже трагической страницы последней недели. Ну, как-то мысль все время крутится вокруг нее. Думаю, вы понимаете, о чем речь. Трагедия, которая произошла в Перми. И что хотелось бы мне предложить, обратить внимание, о чем подумать. Возможно, вы смотрели такой фильм в 86-го года, известного крупного итальянского режиссера. Если я не ошибаюсь, вы в мире спорят. Фильм называется просто «Семья». И вот там есть такой очень интересный эпизод, когда один из героев-приветствования предлагает маленькому трехлетнему мальчику проиграть с ним в игру. Не помните, да? Никуда не видел. Вообще, пронзительная сцена, в чем заключается игра. В том, что вдруг этого мальчика перестают все замечать. И вот он ходит по дому и говорит, «Паулина, куда делся Паулина? Почему он исчез?» А он мальчик, прям у него под ногами. И взрослые другие тоже говорят, «Да, действительно, он только что здесь был. Куда он делся? Может быть, в путь и забрался? Может быть, он в чулаке спрятался?» Мальчик бегает среди них и говорит, «Я здесь, я здесь. Слушайте, ну, может быть, с ним что-то случилось? Да, он пропал. Почему его нет?» Сначала мальчик просто не может понять, что с собой случилось, почему они его не замечают. Потом видно, как у мальчика, это действительно растает истерика. И в какой-то момент он просто начинает истерически кричать. Он падает на землю, бросается к своей маме, и произносит ключевую фразу «Мама, я есть!» Он в крике кричит «Мама, я есть!» Потому что, когда его достают воспринимать взрослые, для него это уже не игра. Для него это вопрос уже, мы бы сказали, экзистенциальной важности. «Если я не существую для тех, кого я люблю, на большой вопрос, а существую ли я вообще?» И вот, когда я читал записи этого несчастного преступника, то вот в моем сознании сразу появилась сцена из этого фильма. И вот тут возникает вопрос, а что нам можно сделать с этим несчастным человеком? Да, он преступник. Да, он будет осужден. Да, он стал причиной гибели нескольких людей. А при чем тут Бог? Это был вопрос к вам, Сергей Львович. Да, кажется, пришло время на него ответить. То, что болезнь – это результат того, что человек находится в состоянии перепадения, в состоянии катастрофы, в состоянии конфликта с Богом, с тварным миром, со своими ближними и самими собой. То есть, очень важно, что христианство говорит о том, что мир находится в состоянии катастрофы. Что мир лежит во зле. И это важно отметить, потому что очень часто упреки к христианской вере, они обращены как будто к другому представлению о мире. Что все к лучшему в этом лучшем из миров. Что вот христиане верят, что все очень замечательно, хорошо. И тут приходят атеисты и мрачно сообщают, что, оказывается, есть болезни, и там завершаются преступления, и вообще все очень плохо. Пророки были в курсе, что все очень плохо. Апостолы были в курсе, что все очень плохо. В центре христианства стоит распятие. Что безгрешный сын Божий, придя в этот мир, был жестовым убитым. И, конечно же, христианство исходит из того, что этот мир находится в состоянии полной катастрофы. В этом мире люди грешат, люди несчастные, люди умирают, люди находятся в состоянии вражды. И вот от чего это так, от чего это произошло? От того, что человек злоупотребил и продолжает злоупотреблять своей свободной волей. Это такой школьный ответ, но он верный. Но он верный. Мир такой, потому что мы сделали неправильный выбор по отношению к Богу, и мы продолжаем делать неправильный выбор прямо сейчас. То есть перепадение, это не просто событие, когда-то в прошлом, это продолжающееся состояние. И христианство говорит о том, что выход из этой проблемы в том, чтобы признать, что я являюсь частью проблемы, я сам грешный человек, я внес свой вклад во все это хаос и безобразие, и я хочу обратиться к Богу, чтобы мне быть его посланником, его представителем и тем, кто является агентом, его спасением в этом мире. Спасибо вам, Сергей. Вы знаете, вот я слушал Сергея Львовича, абсолютно полностью согласен с вами на все сто процентов, кроме одного. Вот сейчас у меня такой, знаете, внутри некий диссонанс смысловой, потому что параллельно две мысли, одна мысль Святого, Православной Церкви, Великого Богослова, преподобного Максима из Поведника, одной из ключевых фигур Богословов, и он говорит, что любовь – это добродетель воли. То есть, если мы хотим совершенствоваться в любви, то это всегда требует определенного волевого усилия и правильного решения, и правильного принятия воли Божией, и вот такой самостоинности святой. А вторая мысль, которая подвисла, и прям мне, судей, не дает покоя. Мы проводим в смысловом клубе «Резонанс» в издательстве «Никея», такие вот собрания, заседания, и вот следующие демы решили посвятить теме нелюбви. И вот неожиданно мне присылает одна женщина пересылка своей подруги, в которой такая хлесткая мысль. Вот вы все говорите о любви, то, что надо ради Бога любить друг друга. И дальше цитата. «А я не хочу, чтобы меня любили ради Христа. Я хочу, чтобы меня просто любили, потому что любят». И вот меня вот эта фраза зацепила. я видел здесь такое прям некое противоречие тому, о чем говорит преподобный Максим Исповедник, что с одной стороны добродетель более даже прекрасно, когда я как бы принуждаю себя любить и делать добрые поступки по отношению другому человеку. А с другой стороны я прекрасно знаю, как такой любовью можно человека причинить ему такое добро, которое для него будет хуже порой по-самому жесткое деятельное зло. Сергей Иванович, как может Вы поможете без этого дизонат событий? Ну, я бы сказал, что любое, что действительно добродетель воли, и, видимо, видимо, эта женщина имела в виду, что она хотела бы, чтобы в ней признавали личность, ценную саму по себе, а не как объект приложения чужой добродетели. что вот такой человек это вот некий такой тренажер, на котором я являюсь своим добродетелем. Вот, может, ему от этого не то чтобы плохо, но все-таки он тут используется в качестве некого средства для того, чтобы я на нем свою великодушие отрабатывал. И, наверное, это ее пугает, но на самом деле, когда мы заставляем себя поступать по любви, даже в ситуациях, когда у нас нет сердца. Человек так устроен, что когда мы с кем-то поступаем хорошо, наше сердце к нему смягчается. Мы склонны ненавидеть людей, которых мы обижаем. Чем мы их сильнее обижаем, тем мы их хуже ненавидим. Больше мы уверены, что они гады и заслужили такого обращения, потому что если бы не были гадами, мы бы их ненавидим. Мы же люди хорошие не будем ненавидеть, так зазря. Но, к счастью, верное и обратное. Когда мы поступаем с людьми хорошо, почему нам заповедано хотя бы молиться о врагах, наше сердце к ним смягчается, мы в них начинаем видеть людей. Наши глаза открываются на то, что вот это тоже люди, они тоже достойны нашего внимания, достойны нашей высокой оценки, они достойны, чтобы мы их воспринимали как людей. То есть вот это противоречие, оно снимается, да, но есть сначала, когда, да, вот, меня этот человек, там, ну, не нравится он мне, там, раздражает, вот, не вижу в нем ничего хорошего, а вот у меня есть заповедь Божия, по заповеди Божия ему, там, улыбаюсь внимательно, выслушиваю, что он говорит, там, обращаю внимание на его нужды и так далее. Но, когда я сначала это делаю просто по заповеди Божии, мое сердце к этому человеку смягчается, к счастью, вот так это работает. Сергей Львович, а вот интересно, вы сейчас написали ответ в пространстве такой бинарной оппозиции, в которой есть две точки. Первая точка это любовь, а вторая точка это ненависть. Но ведь это не единственный вариант таких оппозиций, может быть оппозиция иная, где любовь и ненависть с одной стороны, а с другой стороны будет безразлична. Я бы сказал, что так или иначе мы с человеком взаимодействуем. То есть, ближний это тот человек, с которым мы взаимодействуем, которому от нас хорошо или плохо. То есть, ближний может находиться на другой стороне планеты, общаться с нами по интернету, но он ближний, поскольку мы оказываем влияние на него, мы его можем огорчителя обрадовать. И у нас обычно нет ситуации равнодушия в отношении людей, с которыми мы так или иначе вынуждены соприкасаться. А NS3B нас начинают раздражать, либо мы проникаем в инфекции. Да, ну вот, знаете, я сейчас вспоминаю сериал недавно досмотрел современный. Называется Клипы. Кто-нибудь смотрел? Такую небольшую мини-сериал про наше время, про то, насколько виртуальный мир, социальные сети, разные сервисы, знакомства, они не просто вошли в нашу жизнь, тут уже вдруг подняется, что более реально, то, что происходит там, и как следствие происходящее в нашей материальной, так скажем, вещественной вселенной, либо наоборот, потому что настолько все переклетено и все усложнено, что просто иногда запутываемся. И, знаете, мне кажется, что проблема здесь, вот если снова возвращаться к нашей трагедии, к Берусске, а не в том, что были неправильные отношения к этому молодому человеку, а, наверное, в том, что он был буквально выброшен, есть такое хорошее слово из плема, из жизни, той солидой, той ситуации в культуре. Казалось, вот где здесь Христос? Где в этой ситуации Христос? Это геторический вопрос, Сергей Борисович. Я бы сказал так, что Христос умер за все грехи всех людей, он умер за перманского убийца, и я понимаю, что люди в социальных сетях, они полны ярости и ненависти, и вживают ему справедливые кары, которую он здесь служил, и мы знаем, Евангелие говорит не то, что он ее не заслужил, он ее заслуживает, что, конечно, он убийца, он заслужил кару, но Евангелие говорит о том, что Христос умер за этого человека, что кару, которую заслужил он, я и все остальные грешники из вашего человеческого рода эту кару уже понес на себя Христос. И мы имеем надежду жизни вечной, потому что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых совершил наше искупление. И вот любой человек, независимо от степени его вины, может покаяться, получить прощение, потому что и вытяжки, и выпиющие, отвратительные, и достойные ада грехи уже искуплены спасителем на кресте. Апостолы, когда они выходят на пробу водителя, вот благая весть, первое, что они говорят, что Христос умер за грехи наше по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию, что искупление наших грехов совершилось, мы можем быть прощены на этом основании, и мы можем на этом основании прости других людей, потому что когда люди слышат о прощении и часто возмущает мысль, что злодея можно простить, это выглядит пренебрежением к его жертвам, это выглядит пренебрежением к тому, что он совершил. Люди говорят, не забудем, не простим, потому что это выглядит как простить, это кажется, ну, сказать, что ничего не произошло, что ничего страшного, ну, бывает, и конечно же Евангелие не об этом, Евангелие о том, что грех и преступление, это грех и преступление, это тяжко, страшно и безоговорочно заслуживает суждение, но Христос умер за наши грехи, он умер за грехи этого человека тоже, и вот в этой ситуации это не то, что позволяет, потому что у нас очень глубоко сидит ярость и мстительность, но это позволяет выбрать себе другую систему координат, когда мы ищем спасение и примирение с людьми и Богом всех, в том числе очень плохих людей. А можно вопрос, как простить... А можно я немножко отреагирую, если можно? Можно вы отреагируете на мой вопрос уважаемый, вот как простить Гитлера, допустим, как простить страшных убийц, которых мы все осуждаем. Почему, когда мы узнаем о таком, мы спрашиваемся, почему высшие силы, почему Бог не помешались в эту ситуацию, допустим, как вот на такое реагировать? Значит, потому что если всякий раз высшие силы будут вмешиваться, когда люди творят слово, в этом мире не будет свободной воли. Вот пример, который я привожу, представьте себе алкоголик, который купил себе бутылку водки, он выходит с этой бутылкой водки из магазина, и тут прилетает ангел, его толкает, он падает, разбивает эту бутылку, он сегодня не набьется. И это чудо, и это к нему милость Божия, но если каждый раз, когда он будет заходить за бутылкой водки, каждый раз будет прилетать ангел, его толкает в спину, это будет значить, что мы живем в мире, где нет свободной воли, где я не могу принимать решения, где всякий раз, когда я чего-нибудь не то, какой-то у меня возникнет не тот замысел, прилетит ангел, выпьет этот замысел у меня из головы, и я буду ходить со счастливой выпьем. Это был бы мир, знаете, вот был старинный-старинный такой советский фильм о дырке вселенной, где там некие роботы на какой-то планете сделали людей абсолютно счастливыми, при этом сделали им что-то типа лоботамии, то есть они там, ну, грубо говоря, не существуют как личности, но все очень счастливы. Вот Бог создал мир, где есть свободная воля, где люди совершают свой свободный выбор, у этого выбора есть последствия. Одно делал футбольник, другое делал Гитлер. Вот, допустим, убей господь Гитлера, не было бы там множества катастроф. Быва бы, быва бы, потому что, ну, во-первых, скажем так, если немножко представлять себе историю возникновения национал-социализма, то он складывается на протяжении лет ста примерно, когда возникают расовые теории, вот квазинаучные, когда люди начинают интерпретировать эволюцию в том смысле, что должны быть переходные звенья от человека к обезьяне. Ну вот они, вот значит, высшая форма эволюции, это называемая дептонская раса, то есть немцы, англичане, ирванцы поплоше, итальянцы еще хуже, славяне еще хуже, чернокожие, это вообще, значит, уже ближе к обезьянам. И вот эта теория, она начинает вырастать, и она общепринята на начало 20 века. Практика Евгеники общепринята на начало 20 века. То есть нацисты со своей расовой теорией просто довели до крайности то, что зрело в западной цивилизации десятилетиями. Дальше, ситуация там в той же Германии, когда Германия проиграла Первую мировую войну, победители навязали крайне унизительный, несправедливый договор версальский. И было ясно, что немцы не смогут с этим смириться, так или иначе германский реванш будет неизбежен. Потом революция в России и германские обыватели, германские элиты в ужасе смотрят на большевиков и в ужасе смотрят на германских коммунистов и думают, кто бы пришел нас от этих коммунистов спас. То есть, если бы в этот момент просто взять, если бы баварская полиция во время пивного куча лучше бы стреляла, убила бы этого Гитлера, ну, другой был бы, нашелся бы другой ефрейтор. Мало ли было в то время в Германии озлобленных ветеранов Первой мировой войны. Там нашелся бы на должность Гитлера миллион человек народа. Поэтому это бы ничего не решило абсолютно. Убийство конкретно Гитлера, оно бы ничего не изменило. Просто бы нашелся бы другой Гитлер и все. Сейчас, Павел, вы отреагируете? Боюсь, я отреагирую совсем не так, как ожидается услышать. Но вот, когда вы задали этот вопрос, я почему-то сразу же вспомнил фильм, который кто меня прям пронзил. И да, фильм, он, что ли, за прошлого года, Роя Андерсона, называется о бесконечном для бесконечности как-то так. Странный эфир, у нас же очень ной. Непонятно, о чем он. То там, влюбленные над разрушенной войной в городе пролетают, я вам напоминаю, про шандала, то вдруг мы видим Гитлера в бункере в тот самый момент, когда идет артообстрел буквально за несколько, я не знаю, часов, до того, как он закончится и самоблистом. То есть, понятно, что все рухло. Все долго. Видит, что все это конец вариантов меня никаких других. И вот, что меня потрясло в этой сцене, надо быть каким-то гениальным режиссером, чтобы в этой сцене показать, что даже к такому человеку можно относиться мне даже страшно это сказать, я так понимаю, если кто-то стоит, выгонят отсюда. Даже к такому человеку можно относиться с любовью. Даже ему можно в определенном смысле пожалеть. Вы знаете, у меня есть один друг, психиатр, который рассказал историю, как он стал верующим. Он был очень далек от всего. И вот как-то начал читать Евангелие Новый Завет так, как одну из множественных книг. Нашел до пятой главы Евангелия Матфея, до горды проповеди. Там слова молитв, что так, он чинаж, который на небеса, на святой на герам. И вот тут я чувствую, что что-то тут не так. Могу понять, что? Возвращаясь, отче наш сущий на небесах и так далее. Что ж такое? Что же тут совершенно неправильно? Короче говоря, когда он несколько раз прочитал «Валюты Господня», он вдруг понял, что в заднем моменте он обращается к тому, кто для него стал молодейшей очевидностью. «Валюты»? То есть, вдруг он понял, что это не просто слова, что государство учитывается, где у которых есть конкретный адресат. То есть, это не было какое-то интеллектуальное, долгое, такое, постепенное погружение в религиозную сферу, в богословие и все прочее. Это был такой, как сегодня сказали бы, инсайт. Вдруг бытие Бога стало неожиданностью. После этого мне стало жить гораздо легче. Но это было только начало, потому что через несколько лет произошел другой, такой же глубокий и пронзительный инсайт, когда он работал в клинической, детской, психиатрической больнице, где находились заключенные дети и совершеннолетние, естественно, с очень страшными уголовными преступлениями. Когда я с ними общался, голубоглазая девочка, очень миленькая, 14-ти линии, серийной убийцей, у меня, естественно, просто был, была защита, была стена между мной и ними, потому что для меня это были нелюди. Нелюди. Но когда мне точно так же, откуда это? Чего мне сказали? Что даже их у тебя нет права не любить? не усталожить, как это сослужит? Мы сейчас нагляем безбиржен и мир не хочет что-то. Спасибо вам большое за ответ. Я, сажив позволение, перейду к немножко другой теме, продолжение нашего разговора. Только что мы обсудили такие ситуации, где действительно они стали следствием свободного выбора человека, свободной воли. Как быть и как относиться к явлениям, которые не относятся, не зависят от нас, людей? То есть это какие-то катаклизмы, катастрофы, где выгибают невинные люди, часто дети. Вот как торговать такие ситуации? Часто говорят, что это гнев Божий. Можем ли мы так сказать? Значит, относительно гнева Божия, в Верхнем Завете есть примеры того, как те или иные народные бедствия, они пророками, являются гневом Божиим. Но важно подчеркнуть, что это именно пророки, которые получили от Бога такое откровение, что вот это именно гнев Божий. В ситуации, когда мы не знаем, вот нет у меня пророческого откровения о том, является ли это стихийное бедствие, какое это бедствие занимает Божьим плане, это именно гнев Божий на то, что вот у вас там изобразие всякие. Но не пророк, не пророчество. И вот когда ты не знаешь, какое это место занимает Божьим плане, ну значит не знаешь. Нам в этой ситуации просто заповедано плакать с плачущими, радоваться с радующимися. И исходить из того, что да, какое-то место это в Божьем плане занимается. Чем это нужно. Стихийные бедствия и конфликт человека с природой это тоже результат грехопадения. Что если бы человек не был падшим, мы бы жили в полной гармонии с тварным миром, нам бы ничего не угрожало. Но еще одна вещь, которая стоит отметить, что по-моему Ильюз заметил, что болезни, эпидемии, катастрофы, они не увеличивают смертности как таковой. Из каждых ста человек всегда по статистике рано или поздно умирает сто. И мы должны просто осознать вот эту реальность нашей смертности и реальность того, что наш мир находится в состоянии падения и мы нуждаемся в спасении. Ну вот, конечно, мне вертелось на языке сказать, что если мы, конечно, смотрим на Бога через призму такой детской травматизации, когда есть жестко доминирующий родитель как угроза и потом это переносит на Бога, то, в принципе, да, такая модель она вполне соответствует Ветхому Завету, но только в части христианской традиции мы можем увидеть такое восприятие Бога как угрозы, Бога как проблема. Но, во-первых, христианство оно немножко по-другому разворачивает. Собственно говоря, не просто так Иисуса примили к Христу, потому что это крайняя наглость. Причем эта наглость у нас зафиксирована в чьем последований божественной литургии прямо перед «Дочи наша». Священник произносит возглас «И разреши нам называть тебя небесного Бога, Творца видимых и невидимых миров, которых мы даже с честью не можем. Называть тебя как Баба ». Это наглость. Для первых заветного иудейского сознания это было за грани чего бы то ни было. В этом очень хорошо пишут современные министы. Но ладно, мы будем туда уходить. Так вот, христианская все-таки парадигма немножко другая. Мы не можем сказать, что со стороны Иисуса, как мы узнаем из Евангелия, ни разу не было гневных проявлений. Мы знаем два таких очень ярких проявления, где четко написано, что Иисус пришел к ярости. Иисус пришел к ярости. Помните какие-то моменты? Когда к нему приносили детей, чтобы он их коснулся, что такое коснулся? Вы же понимаете, это же примитивное практически магическое сознание. Они приносят к великому учителю, возможно, даже к мессии. Он занимается какой-то примитивнейшей религиозной практикой с точки зрения самих же учеников. Мешая тем самым, проповедовать мешают. Они запрещают. А Иисус будет гнев с яростью. Не смейте детям приходить ко мне, ибо таких, как они, есть Царство Небесное. Так вот, что же такое гнев? Вот гнев мы можем с вами рассматривать с двух точек зрения. первая точка зрения. Это такая, он сказал, психопатологическая. Когда мы любим причинять боль другим. Вот мы причиняем, боль нас несет нам плохо, и мы не можем разрешить окружающим, чтобы им было хорошо. потому что если мне плохо, то и вам всех должно быть плохо, и я сделаю все, чтобы вам было еще хуже, чем мне. Потому что когда он будет хуже, чем мне, тогда мне может чуть-чуть станет лучше. Это такая абсолютно вера. Конечно, я же говорю, это психопатологическая модель, которая является проекцией этой болезненности на Бога. Понимаете? мы на Бога переносим, можем переносить эту модель. А с другой стороны, если мы посмотрим на понятие гнева, как его понимают зверхолицы, то мы увидим, что там на самом деле речь совершенно о другом. Речь о том, что гнев это природное, Бог обложенное в человеческую природу свойство до сознательной реакции на недолжное процесс, сравнивают гнев с псом, который охраняет дом, и как только приближается кто-то чужой, какой-то враг, он сразу начинает лаять, сразу начинает на него бросаться. Еще хозяин дома не понял, что там враг, что там опасность, там угроза. Он начинает лаять, потому что у него другой уровень чудья. Он ощущает реальность гораздо тоньше. Так вот, Богом вложенный в человека гнев, есть досознательная реакция не должен. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, дело в том, что мы с вами все до одного жителей граждане одной большой подводной лодки. Каждый наш поступок, каждая наша решение хорошее, нейтральное, дурное, но все аукается, все отзывается. Какие законы действия, мы не знаем. Почему один может грешить, а другой будет страдать, мы не знаем. Но мы знаем совершенно точно одно. В этой лодке ограниченный объем. За маниточку дернул, обязательно где-то аукнется. Здесь не согрешил, где-то родится ребенок с серьезной проблемой. Почему? Не потому, что Бог мстит, не потому, что он хочет причинить боль людям, а потому, что мы все настолько завязываем друг с другом, и это прекрасно, что тем самым через это страдание, через этот бой происходит, как ни странно, возвращение нашей к реальности. У Ивана Александровича Ивана есть такая мысль, что только страдание приобщает человека к реальности настолько сильно, что он перестает казаться и начинает быть. Я ни в коей мере не апологет того, что произошло в дыре. Если вы вчитаетесь в эти страшные записи несчастного ребенка убийцы, вы увидите, что единственное, когда он чувствовал возвращение к реальности, это когда в его жизни появлялась боль. Это очень серьезно. Это просто серьезнейший вызов всем нам, в каком окамененном нечувстве, если уж использовать такой церковный славянский язык, мы находимся, что людям, для того, чтобы вернуть себя в реальность, надо испытывать острейшую боль. Спасибо вам большое за ответы. Дорогие друзья, теперь время ваших вопросов, если есть они, то готовы на них ответить. Я думаю, вы так можете, мы вас услышим. говорили о буренстве, посмотрите, вот у нас было государство, оно называлось СССР, оно было антокаристическое, сейчас государство Российской Федерации, оно у нас действительно православное. необычное и мы видим, наркомания, убийство, вот это явление, например, оно там пришло из штатов, в Советском Союзе не было, в принципе, не могло быть. И таких случаев не было. В Астрах, когда они тоже достаточно религиозные, это все, в странах, но есть. Потом последний пример, ковид. Данные, которые христианские, проходят гораздо позже. У нас каждый день умирает 8-х человек. Церковь там разделилась, в целом, церковь неоднозначно позиции в Советском Союзе занималась. А такая страна атеистическая, как Китай, атеистическая, как Вьетнам, они проходят хорошо. Вопрос, виден ли мы Бога, в принципе, его деяния, так-то можно их померить. Мы получаем, что атеистическая государство в Советском Союзе отправлялось в болезни, отправлялось в насилие, отправлялось в наркомании, с алкоголизм гораздо лучше, чем наш вынешний государство, в котором ползнули очень много стихий, но где это будет дальше? Ну, я бы три вещи сказал на это. Во-первых, в Советском Союзе не было наркомании, проституции, и была очень большая преступность в телевизоре и газетах. К сожалению, в реальной жизни, вот я был, я ездил периодически, у меня бабушка жила в Северной Осетии, и вот там вообще на югайте все это дело растет. Наркоманы были, у нас сосед был наркоман, он умер от наркотиков. Понятное дело об этом не говорил никто. И первое, это то, что информационный фонд, то есть, если у нас сейчас, не знаю, бицепский маньяк, и о нем все о нем весь интернет орет, о нем в общем он мировая знаменитость, знамени и деле. В ситуации, когда был маньяк в Советском Союзе, естественно, ходили слухи, и более-менее люди знали, но об этом не кричали в газетах. Первое, это информационный фонд. Второе, как в том же Китае, действительно, тоталитарное государство, оно имеет свои преимущества, оно лучше справляется с кризисами, несомненно. То есть, государство, где вам начальство, вот сейчас у нас, не знаю, есть масса антипрививочников, и в Китае нет никаких антипрививочников, в Китае просто, вот, как действительно, как бы СССР тебе сказали, ты это сделал, и тебе в голову не приходит, берет поперек начальство. Но у тоталитарного устройства государства, у него есть свои побочечные эффекты, которые, ну, значительно хуже. Значит, и третья ситуация, когда мы говорим о том, что нынешняя Россия является христианским государством, вы знаете, оно не является христианским государством, ну, и штаты не являются христианским государством. Государство, оно не может менять сердца и души людей. Это даже не его работа. И оно не могло бы с этим справиться. Это не работа государства. Люди меняются сами, когда они принимают такие решения. И церковь это, в принципе, структура, которая не может прийти к людям и сказать им, как коммунистическая партия Китая, что у вас сейчас будет вот этот социальный рейтинг, если вы будете себя плохо вести, у вас будут большие социальные неприятности. Нет. церковь может только проповедовать, люди могут свободно либо обратиться, либо нет. И то, что многие не обратятся. Знаете, есть, я слышу известную фразу, что вот, говорят, что Амстердам это город греха. А на самом деле нет. Амстердам город свободен, но в условиях свободы большинство людей выбирают грех. Вот, поэтому церковь не может просто взять и заставить людей быть хорошими. Есть соблазн, да, вот, тоталитарный соблазн это взять и сделать хорошими. Да, как это делают китайцы, что если ты будешь плохим гражданином, тебе будет, тебе сделают плохо. И тебя ты полностью отслежен, если ты нагрубил старушки, тебе не дадут кредитов в банке. И это может казаться привлекательным, да, вот, меньше грубят старушкам. Да, вот, люди ездят в Китай, говорят, очень низкая преступность, очень приветливые люди. Но, а стоит ли оно того, вот, стоит ли добродетель, когда я вежливый и добрый и хороший человек, потому что я знаю, что где-то в компьютере любое моё телодвижение записано, если я был неправильный севести милейцем, срежут, я не думаю, что надо устроить. В продолжение ваших слов хочу небольшую реплику реальную историю, когда был в Китае, один из друзей, много лет там проработавший, изнутри и всё прекрасно называвший, как-то произнёс, знаете, у китайцев нет такого понятия, как грех воровство. Если ребёнок украдёт что-то в школе, когда он придёт домой, его отец очень сильно накажет. Но накажет его не за то, что он украл, а за то, что он попался. Спасибо большое за вопрос, за ответ. Нас осталось буквально немножко времени, я помню, вы прийти в этот раз. Добрый день, мой вопрос будет строиться из стезиса, о котором вы сказали. Не хотелось поговорить, но будешь как было охотно эта тема с трагедией в Перми, был сказан из вечной дырзи, что люди, совершающие такие трагедии, они, как правило, обижены, или их обижали, как-то там, да, и вот, что он таким образом на себя пришёл внимательно. Давайте посмотрим правильные глаза. Парни, 18 лет, это уже совершеннолетний убеждательный, да, он поступил на университет, там новые новые знакомства, да, ну, так вообще все нормальные люди, да, воспринимают это позитивно, к тому же поступил в университет, сейчас образование стоит, как бы, денег, то есть мог бы париться, да, всё негативно, всё ужасно, знать их не хочу, каким-то образом их уничтожить, вообще совершенно какой-то подход, и вопрос будет такой, ну, он обратил на себя из-за некой нелюбви, безразличия, а что, а что можно было делать, парень, восемнадцать лет, что, что должны были, в этом возрасте люди в армию уходят, да, ну, как-то призывают, и что, что, как его любить должны быть, так что, как не дурить, прошлые поколения, вот я беру, например, поколение своего дела, да, он говорит, а с четырнадцати-шестнадцати лет на тракторе работал, просто некогда боролся к лимоносе и всю жизнь проработал рабочий, и никогда, он говорит, я вообще, вот мы понимаем, сейчас у поколения всё есть, читали, ходили, работать в поле, там, не надо, вместо уроков, там, что, сегодня происходит, да, они меня, они еще спрашивали, я даже не знаю, что сказать, ну, такое вот время, что, у меня даже дети понимают, да, как это вообще возможно, поэтому, собственно, вопрос, почему, опять, такая, какая-то мысль, что мы должны, там, условно любить, или недолюбить, или как-то, ведь, ну, как бы, просто я не очень согласен с вашим тезисом, и вот, если это тезис, я попрошу вас слишком коротко ответить на этот вопрос, у нас остается очень мало времени. Понимаете, у нас, какие еще у нас есть возможности, мы можем провести какую-то четкую грань, что вот, до этой, до этой вот грань, я тебя люблю, а после этого тебя отправляют на пешеход, или так. Я ведь его не оправдываю, поймете, меня удивляет то, как он мог существовать вот в этом пространстве, в учреждении, в школе, в семье, и никто не услышал того, не увидел того крика, который был у него внутри, до тех пор, пока он не провалился наружу. Меня вот это беспокоит. Для меня это открытый вопрос, у меня нет на него ответа. Но мне кажется, это как раз тема, от которой хорошо во всем заботится. И посмотреть внимательно вокруг, а у вас быть тоже рядом с нами такие же есть, потенциальные, кричащие. Ни в коем разе его не оправдывают. Но это вопрос. Сергей Николаевич, вам есть что сказать, ответить? Ну, конечно, человек сам за себя несет ответственность. Конечно, нельзя сказать, что там есть много одиноких подростков, у которых очень трудно им общаться с людьми, но они не берут, всех не убивают. По-другому из этой ситуации выходят. Но, когда происходит какое-то зло, нам всегда хочется сказать, что мы тут не при делах, что мы тут ни при чем вообще. Вот. И проблема начинается, когда мы говорим, вот он проклятый злодей, а мы хорошие. Когда мы отказываемся, рассматриваем себя как часть проблемы. Это ни в коем случае не означает, что это не его ответственность. Абсолютно это его ответственность. Это его свободный выбор. Он решил совершить преступление, он его совершил. Он в этом виноват. Но мы не должны, когда мы сталкиваемся со злом, говорить, что это не про нас, мы на пределах. Мы всегда тоже часть проблемы. Когда мы понимаем, что мы часть проблемы, мы можем стать частью решения. Спасибо большое. Мы вынуждены завершать нашу встречу. Я напомню, что мы здесь собрались по тому поводу, что у нас вышла книга «Загадки Бога», которую выпустил журнал «Фома». Это крупнейший, известнейший журнал с аудиторией больше, чем 2,5 миллиона человек. К нам регулярно приходят вопросы читателей, верующих, сомневающихся, атеистов. Вот мы собрали самые удобные из них и ответили на них в этой книге. На эти вопросы отвечали присутствующие в гости авторы, а также главный редактор нашего журнала Владимир Грибойда, заместитель главного редактора Владимир Курболиков, также наш тоже постоянный автор, психолог Александр Ткаченко и еще очень-очень много других известных ученых, публицистов, авторов. Я хочу поблагодарить вас, что вы сегодня пришли и стали участниками нашей встречи. И давайте все вместе поблагодарим наших сегодняшних представителей и горьких каждым. Спасибо вам большое, что я оставил. Спасибо, дорогие друзья. Приглашаю вас в мой телеграм-канал «Деревня Великановка», она так и называется, где мы трогаем разные такие вопросы. И скоро у нас это «Деревня Великановка», где виртуализируется, опять-таки, в помещении смыслового клуба «Резонанс» на «Моросейке». Мы будем еженедельно проводить интересные встречи. Ближайшая встреча у нас будет 4 октября в 19 часов с известным, замечательным журналистом, публицистом, писателем Дмитрием Соколовым. Дмитрием Соколовым. Я тоже призываю вас, если вам интересно было, подписаться на наши странички в соцсетях «Фома Мэгазин». Мы тоже регулярно публикуем статьи на эти темы, о которых мы сегодня говорили, а также проводим прямые эфиры, гостями которых надеемся в основе отец Павел Сыгер Ивановича. Спасибо вам еще раз большое. Сейчас у вас есть возможность приобрести эту книгу, подписать ее. Для этого, кто хочет это сделать, пройдемся за нами. Это можно будет сделать на стойке изнательств. Спасибо вам еще раз большое.